Здравствуйте! А сейчас вовремя новостя с Петербургской. Сегодня наиболее актуальными новостями являются... Президент России призвал российских миллиардеров проводить в школах уроки на тему «История жизненного успеха». Он выразил уверенность в том, что эта инициатива будет поддержана в том числе и директорами школ, поскольку это все история жизненного успеха, сообщает Интерфакс. Мы вовремя предоставляем вам возможность высказать собственное мнение. Может кто-то станет миллиардером, так глядя на ведущих миллиардеров. И кто это будет обрамочить, да? Ну, больше, не знаю, по жизни, которая пригождается, то есть общение с людьми, Это не хватает... Ну, естественно, математических наук там полно, то есть русские стандарты, они есть, но они в жизни мало пригождаются. Косинусы, синусы изучаем, а они на заводе вообще нигде не пригождаются. Да нет, не поймут. Уже по уровню, если ребенок подходит к этому вопросу, уже не можно, в общем-то. Ничего такого плохого в этом нет. Для того, чтобы как в эстетике, что ли, чтобы детям вести как в общественных местах, как вообще что-то уходит у нас, что ушло, чтобы сейчас вот дети немножко более узнавали, как им правила поведения. Да, да, вот такие вот, элементарные такие, потому что, к сожалению, это у нас уходит все. Кто делится, жалко, что ли, пожалуйста, пусть делятся. Они же не заберут, а отдадут. Может быть, что-то кто-то из этого что-нибудь возьмет интересное. Закон Божий. Московские власти намерены экономически подорвать деятельность нелегальных бомбил. Ответственность водителей за перевозку пассажиров и багажа без соответствующего разрешения наступит лишь с 1 января 2012 года. Выдача разрешений сроком на 5 лет в Москве началась 25 июля. Бесплатно такие разрешения будут выдаваться в срок до 1 января 2013 года, сообщает портал состав.ру. Поймали бы мотор. Ну, можно дешевле, можно вообще бесплатно проехать. Ну, подумаешь, заплатишь какие-то 100-150 рублей, но действительно безопасность дороже. Скорее всего такси. Так, потому что это, мне кажется, более надежно. То, что я уже знаю то, что за мной подъедет такси, а не первый попавшийся человек. Потому что, вы сами понимаете, то, что разные люди бывают. И, во-вторых, наверное, то, что человек, который просто обычный, ну, скажем так, мотор, он же не совсем знает, куда ехать именно, а таксисты уже полностью знают весь город. Вы знаете, я стараюсь куда-то на метро добраться, на транспорте. Ну, почему не устраивает? Это сейчас вопрос, скажем так, это актуальный, очень сильный вопрос. Ну, в принципе, люди без работы, им на что-то надо зарабатывать. И они семью кормят. Ну, по идее, если, конечно, это должно быть централизовано, может быть, будет, ну, скажем, они официально будут работать, какие-то лицензии же это уже можно. Такси? Там безопасно, наверное. Гимназия номер 12 с татарским языком обучения открылась сегодня в московском районе Казани. В церемонии открытия нового здания гимназии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, глава Миноборнауки РТ Альберт Гельмутинов, мэр Казани Ильсур Медшин, сообщает Татаринформ. Гимназия номер 12 – первое учебное заведение с раздельным обучением для девочек Республики Татарстан. Надо, ну, с девчонками там туда-сюда. Ну, так, общение с девушкой там, конечно, что с мальчишками? Плохо отношусь. Мы в 6-й гимназии, это моя внучка Мария. В 6-й гимназии там тоже отдельная учеба мальчика-девочек. Но мы попросили из класса, где девочки с мальчиками вместе. Потому что это полноценное развитие. Мы живем в обществе, где люди, как говорится, не разделены на мужчин и женщин. То есть это общение должно быть сразу с детства нормальное. Потому что иначе будет какое-то что-то недоступное, то, что будет интересовать. А тут все ясно. Плохо. Потому что девочку нельзя за косички подергать. И с кем-то подраться. Скучно будет. Нормально, наверное. Почему? Мы, например, у нас в группе только 3 мальчика и всего лишь. Но все равно, мне кажется, если мальчики есть, это намного лучше. Как бы. Все равно. Ежедневно по будням съемочная группа «Вовремя.ру» готова выслушать вас в самом центре Казани на улице Петербургской. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!